Тема урока низшие растения водоросли Царство растения включает в себя две крупные группы организмов подцарство низшее и подцарство высшее В ботанике принято относить к низшим те растения, тело которых не имеет выраженных тканей то есть не разделено на органы, такие как корень, стебель и лист К группе низших растений относят водоросли, дословно растущие в воде Они встречаются не только в пресных и соленых водоемах, морях, океанах но и на влажной почве и даже коре деревьев Эти организмы являются самыми многочисленными и важными для экологии планеты Именно водоросли за счет активного фотосинтеза участвуют в образовании атмосферного воздуха с высоким содержанием кислорода На сегодняшний день легкими нашей планеты являются не только леса, но и водоросли Для многих водных обитателей они служат домом и пищей Человек научился использовать водоросли почти во всех отраслях своей хозяйственной деятельности Около 160 видов морских водорослей употребляют в пищу Порфира, ламинария, саргасум и другие Многие идут на корм скоту Водоросли используются в качестве удобрений и применяются в медицине Из водорослей получают загустители и эмульгаторы в пищевой промышленности в фармацевтике, в парфюмерии, в йод и агар Некоторые водоросли используют для определения степени загрязнения водоемов Наука о водорослях называется альгологией От альга водоросль и логос наука А какие бывают водоросли? По количеству клеток в организме их можно разделить на одноклеточные, колониальные и многоклеточные У одноклеточных водорослей клетка выполняет все функции целого организма Посмотрите на хламидомонаду Это представители водорослей, вызывающие цветение воды в летние солнечные дни Устроенная хламидомонада очень интересно Снаружи ее клетка покрыта клеточной стенкой Под которой можно обнаружить ядро с ядрышком, хромотофор от хромос крашу и форос несущий Это органоид, несущий хлорофилл Переноид, центр накопления крахмала в клетке и цитоплазму Хламидомонада имеет тонкие выросты, жгутики С помощью жгутиков водоросль активно передвигается в воде Наличие в клетке хламидомонады светочувствительного глазка стигмы Обеспечивает этой водоросли фототаксис От фото свет и таксис движения, то есть движения к свету Клетки водорослей Вальвокс объединены в общую сферу и соединены в ней нитями Изучение строения Вальвокса дает возможность сделать научное предположение Что развитие организмов от одноклеточных к многоклеточным происходило через колониальные формы У многоклеточных водорослей проводящая система и корни отсутствует Клетки некоторых водорослей могут соединяться торцами Образуя цепочки или нити, иногда ветвистые Видели тину в пруду? Рассмотрим ее под микроскопом Это нити многоклеточные водоросли спирогиры Хроматофор в ее клетках располагается по спирали или в виде пластинок Тело другой водоросли, ульвы, состоит из плотно прижатых друг к другу клеток Образующие в своей массе слоевище или талом, то есть тело водоросли Ульва прикрепляется к дну разветвленными выростами, ризоидами Размеры многоклеточных водорослей могут изменяться от микроскопических микрометры до гигантских десятки метров Как вы заметили, хламидомонада, вальвокс, спирогира и ульва имеют зеленую окраску В систематике они относятся к отделу зеленые водоросли Зеленые водоросли не образуют цветков и семян Большинство из них размножаются спорами Например, при благоприятных условиях хламидомонада размножается бесполым способом Образуя под общей оболочкой от 2 до 8 зооспор А при неблагоприятных условиях репродуктивные клетки гаметы разных особей хламидомонад выходят в воду и соединяются друг с другом В результате чего образуется зигота Зигота образует толстую оболочку, которая защищает клетки от неблагоприятных условий Когда же наступают благоприятные условия, зигота начинает делиться, образуя 4 хламидомонады Помимо этого у зеленых водорослей распространено бесполое размножение Делением на 2, как у одноклеточных водорослей Либо вегетативные, частями слоевища или почками Зеленые водоросли встречаются в основном на глубине достаточного освещения До 10-12 метров Ниже этой границы можно встретить бурые водоросли В своих хроматофорах они содержат бурый пигмент фукоксантин Ламинария сахарная, морская капуста, вакаме, саргасум Являются одними из главных источников йода, отвечающего за умственное развитие у человека На глубинах более 50 метров, иногда до 200 метров Растут представители отдела красной водоросли или багрянки Как правило, хлорофил красных водорослей маскируется пигментами красного и синего цвета Фикобелинами Именно поэтому талон водорослей порфиры имеет красный цвет Практическое значение багрянок для человека велико Водоросли хондрус принимают как лекарство при заболевании дыхательных путей Красные водоросли используются для добывания растительного студня Агар-агара, применяемого в кондитерском производстве мармелада И в микробиологии, как среда для получения чистых культур микробов Итак, подведем итоги Субтитры создавал DimaTorzok